24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, он же День святых Кирилла и Мефодия. В этом году по традиции большой праздник объединил все города нашей страны. В час дня по восковскому времени от Владивостока до Калининграда одновременно начались концерты. Не остался в стороне и наш Заполярный округ. Во дворце культуры Арктика ровно в час дня, как и во всех городах России, зазвучала трогательная музыка. В это время, вне зависимости от часового пояса, все города, села, поселки, большие и малые вышли на сцены, чтобы спеть, как в едином хоре, любимые песни, ставшие поистине народными. Я верлю тебя снова и снова, вон в шок разгры, я шагаю с работы, устала. Пока певцы исполняют народные шлягеры, к выходу на сцену готовится 11-летний Арсений Яковлев. Сегодня он не просто ведущий, а некий символ славянского праздника. Это мы делаем уже не впервые. У нас уже был такой формат, что один взрослый ведущий и один ребенок. Это как бы такая проекция двух братьев Кирилла и Мефодия, что один из них был старший, другой младший. И вот поэтому родилась такая идея, она себя оправдала несколько лет назад. Но в этом году мы решили вновь попробовать. Мальчик у нас участвует впервые в таком крупном мероприятии, сильно волнуется. Каждое мое выступление – это волнение и большой опыт. А где ты выступала? В Санкт-Петербурге, в театре. Что сегодня будешь интересным ребятам рассказывать, помимо того, что будешь объявлять концертные номера? Я буду рассказывать, что значит азбука Кирилла и Мефодия, какие там были буквы. И соглашусь с нашим продюсерам, что мы будем рассказывать, что такое заименитство Кирилла. А как ты думаешь, почему нужны вот такие праздники, такие концерты? Чтобы люди не забывали, что такое религия, наш народ. Сегодня в зале полный аншлаг. Зрители – ученики всех образовательных школ города. Их с праздником со сцены поздравил епископ Наринмарский и Мизенский Иаков. Конечно же, желаю преуспеяния во всем добром, в научении мудрости, получении знаний, жизни, любви к своим родителям, преподавателям, ко всем, кого вы встретите на своем жизненном пути. Напомню, что День славянской письменности и культуры отмечается не только в России, но и других странах. Ведь созданная Кириллом и Мефодием азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, сербском и украинском языках. Трудами Кирилла и Мефодия гордятся по всему миру. За вклад святых в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента. Этот день традиционно объединяет многие народы, ведь сотни миллионов человек во всем мире пользуются кириллицей. И хотя говорят на разных языках, понимают друг друга без перевода. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал Север.